Ну что, я тут деликатно припарковался. Разомнемся заказиками. В любом случае, инфа в письме. Проблемы начались, когда Анна узнала о нелегальной продаже имплантов на базаре в Кабуке. Копы быстро сообразили, что ее расследование надо прекратить, иначе оно повлияет на доходы всего участка. Я могла бы, как обычно, сказать «преступай», но, если честно, мне жаль Анну. Убеди ее уехать из города, закрыть дело, сменить профессию и, в конце концов, постарайся ее не обнулять. Это моя личная просьба. Ого, она тоже человек. Два дня забирать ты будешь? Наверное. Меня там уже знают. Это что? Где нормальные креветки? А вы чего хотели? Мы в Кабуке, а не в Норд-Волке. Много вы кочевники про Кабуке знаете. Давайте без скандалов. Ну, киньте туда ароматизатор для запаха. Пятнадцать процентов скинешь? Возьму. Эх, эти люди называют кочевников грабителями. Ладно, ладно, по рукам. Креветки свежие? Только что доставили. Прямиком с лучшей аквафермы в Найтси. Ага, я слышал. Аквафермы? А вы как думали? Из пасифики? Да, да. Я этот мусор из океана не ем и вам не советую. Видели эту женщину? Я здесь продаю еду и хочу продолжать в том же духе. Больше мне сказать нечего. Есть хочу. Что у вас тут можно взять? Ну-ка. Ого, ничего себе, 46 тысяч за эпичный нож? Он же не легендарный. Че так дорого? Ну ладно. Да уж, опасная у тебя работа возить товар через весь Найтсити. Вляпаться в неприятности проще простого. Спасибо. Если ты пытаешься продать мне крышу, то отвали. Я под Такеша. Это его лавочка. Да я ни на что и не намекаю. Ага, конечно. Знаешь эту женщину? Ей около 30, чуть пониже тебя будет. Говорят, часто здесь бывает. Это кабуки. У нас тут кого только не бывает. Умников, я смотрю, тоже хватает. Да, и умников тоже. А есть умники, которые копа в лицо могут узнать. Может, ты ее все-таки видел? Может, и видел. Я сейчас подумаю, а ты пока посмотри, чем я торгую. Вдруг купить чего захочешь. Денег моих ты не получишь. Фу, не настаиваю. Могу дитя улицы использовать, а если скажи тиграным когтям, что ты ее укрываешь. Не, ладно, давай ему заплатим. Почему? Вот. Давай, говори. Она снимает номер в этом мотеле. Тебе вон туда. Надо затремиться. Совсем не надо. Потом их надо будет здесь зачистить. Привет. О. О, у меня разблочился для лобной доли имплант. Но мне, наверное, не хватит. Хотя... Ничего себе. Есть у него интересные варианты, но мне пока не хватает. Мы рады приветствовать вас в нашем мотеле. Ваш номер 203. Хорошего дня. Это сообщение отправлено автоматически. Пожалуйста, не отвечайте на него. Компоненты предметов. Так, у нее какой номер? Вот этот? Техническое умение. Да ладно, как мне без него ее вскрыть? Наверное, по балконам позвонить нельзя, да? Ну ладно, не проблема. Тем более, что вот моя хата. Моя хата с краю, ничего не знаю. Ты что за деньги оставил? Ты что за деньги оставил? Да, я был прав, наверное, по балконам. Эй-эй-эй. Ай! Не разменяешь мне сотню по 50? Я тебе что, банк? Ну, разменяй. Мне сдачу давать нечем. А это твои проблемы. Дубль два. Стоять! Дальше ни шагу! Кто меня заказал? Имя! Имя говори! Анна, бросай расследование. Это в твоих интересах. Это угроза. Ты, блядь, у меня на мушке. Не наоборот. Эй, расслабься. Я просто хочу помочь. Помочь? У меня импланты в ушах сбоят. Ты хочешь сказать запугать? Просто брось свое расследование. Не с теми людьми ты связалась. С какими людьми? Скажи мне, кто они? Тебя заказали, твои дружки из полиции. Сука! Я так и знала! Билл Адамс и Роберт Ковальский. Вот уроды. Не бери в голову. Это не важно. Ну да. Короче, пошли они, уроды. И еще помирать из-за них. Нахуй эту работу и этот город. Что будешь делать дальше, Анна? Ха! А тебе какая печаль! Я тебе кто? Подружка! Делай, оброшь. Чего тебе еще надо? Уебывай, тварь продажная! Мы не трогаем тебя, ты не трогаешь нас. Современная группа нетранеров. Можете поставить на паузу и прочесть. Я передумал как-то так, Анна. Я тебя не обманывал. Мне правда казалось, что я справлюсь. Но я переоценил себя. Я мог бы продумать убедительный пол, чтобы выйти из игры. Но я не хочу тратить твое время. Да я трус, я не буду показания прости. Пожалуйста, Масата, послушай меня. Мы почти уцелим. Мы можем посадить этих мудаков за решетку. Я сделаю все, чтобы ты не пострадал. Ты ничем не рискуешь. Если ничего не сделать, они так и будут творить беспредел. Жду твоего ответа. Слушай, я по поводу чувака, про которого ты слышал на рынке. По нашим данным, это Финн Герштадт. В народе известен как Фингерс. Абсолютно мерзкий хер. Еще и с головой не все в порядке. Выглядит как ящерица на отходнике. Худой, неопрятный. А, Фингерс, наверное, тот рипер. Да, значит, этот Дубман, это другой. Это, наверное, босс тот. Ведет себя как добрый дядюшка, но никто в здравом уме племянников с ним не оставит. Стиль одежды, что-то между смотрите на меня все. Я маленькая девочка в теле сорокалетнего бомжа. Крикливо, пафосно, странно, до жути. Теперь самое интересное. Этот Фингерс считается главным рипером у проституток. Но на самом деле штопает всех от воров и нелегалов до уличных сироток. Главное, никто не знает, откуда он уберет импланты. Хотя при таком потоке пациентов у него должен быть постоянный поставщик. Может, он из трупов их берет? Возможно, он связан с тем, что творится в кабуке. Ты, в общем-то, это и подозревала. Такие, как он, лицензионные явно не покупают. Больше ничего не могу помочь. Извини, я и так сильно рискую. Пожалуйста, будь осторожен. Атмосфера в участке в последнее время мне совсем не нравится. Нормально. О, а это у нас тут что? Ого, сколько фиолетового. Список гостей. Сообщения. Можете поставить на паузу и прочесть. Где-то у тебя проблемы. Опять спам. Три из трех. Ну, я хочу этих долбанных когтей повырубать здесь. Ладно, я их повырубаю. Наверное, тут ничего такого интересного нет. О, а это кто? Нападение в составе толпы. А она мне позвонит? Это как-нибудь там. Огонь. Знаешь, что реально ценится? Преданность. Известно тебе такое слово. Там, зачищу, в общем. Даже они не подозрили, потому что я сзади зашел. Гоп-стоп. Мы подошли из-под стежка. Помогите! Они быстро тут вырубают. Ну, неплохо, неплохо. То есть я очень, ну, очень прокачался достаточно. Я, то есть интеллект на максималку выкачал. 20 из 20. Уже больше половины техники. Но я не могу просто взять в центре и всех замочить. Так, хорошо. Они тут на рынке. Открыли еще вот тут дверь. Вот, зараза. Ну, почти всех перебил. Двое оставались. Там дверь закрытая. И не хватает мне одного очка техники, чтобы ее открыть. Но когда я начинаю тут с ними замес, они оттуда выползают. То есть у них там, видимо, масштаб квартиры или что-то в этом духе. Во, вот эта вот дверь. Подожди. Она только что была закрыта, готов поклясться. Ничего себе. Мистика. Ну, ладно. Подожди. Значит, другая дверь была. А, вот. Вот эта дверь. Не. В ней. А, понятно. Нет, нет. Значит, ложная тревога. Все нормально, разобрался. Но все равно я их замочу. Я просто наверх залезу. А то, видишь, что? Я его верю. Я его верю. Я его верю. Ай! Так, ладно, похоже я их недооценил, у них здесь ооочень они сильно окопались, так что придется их воспринимать всерьезно, а расслабончики даже не получится. Сначала вот этих вот боссов, чтобы на них не тратить всякое. Чего взяли? Зума чего следует. Нормально. Так, все? Кажись, я всех задевардил. Неплохо. Вроде вот эти фиксеры, они называются Реджина Джонс, они видите тут разные есть. Вакака, Акада, еще там всякие, они что-то уникальное должны дать, когда ты выполнишь все их заказы. В том или ином районе, на районе. Я не знаю, чё я не стал себе спойлерить. На мотоцикле мне нравится, так можно машиной объезжать удобнее. Опа, там чё-то трупах какой-то. Ну-ка, с заражением одним-троих замочу, нет интересного. Ну вряд ли, вряд ли. Не настолько оно мощное, это на другом... Ну неплохо она их покоцала, конечно. Ну неплохо она их покоцала, конечно. Но не только с заражением. О, у них даже фиолетовая, ничего себе. Просто какой-то труп нарисован. А, он... Нет, это не труп. Это типа бар закрыт в дневное время. Смотри, какая тачка, ничего себе. Могу погонять? Да выходи! Не бойся ты меня! Я потом... Я потом вам верну. Слово пацана. Только для пацанов. Вот, на самом деле, говорят, что сериал на кого-то повлиять этот может. Но насколько нужно быть отбитым человеком, чтобы подражать хоть кому-то из этого сериала. Там вообще, ну, ни одного положительного, не знаю, персонажа даже. Такие люди, которые чему-то подражать будут из этого сериала, они везде найдут какое-нибудь дерьмо, которому будут подражать. Ну, тут нужно, не знаю, заставить их книжки читать просто. Несколько десятков лет. Может быть, такая вакцинация интеллекта концентрирована. В правильной книжке. Ну, тут еще. Троих мудаков. Троих мудаков. Да, что ты ж, ты не заслуживаешь жизни. Троих мудаков. Троих мудаков. Ой, перегрузка. Архивный диалог Эван Флейкс и Марта Флейкс. Жепа-жепа, всякое такое. Так, спасённый, я так понимаю, убежал. Очень уже много мне выпадает крутых шмоток, но я, наверное, их тоже буду разбирать, чтобы апать эту винтовку. О, винтовка, кстати, есть круче уже. Ну за две тысячи, ладно, ладно, нет, я их разберу. Кстати, легендарочки нельзя разбирать, потому что я нажимаю на них, да, легендарочки нельзя разбирать, это хорошо, защита от дураков. Я уже могу силу в конфликте улучшить до культ, до четвёртого, до эпика. Вероятность отравления больше, урон больше на 3 единицы, дальность на единичку. О, ещё могу до плюсика, 25 урона будет, этого просто закачаешься. О, и теперь только уже до легендарного, до пятого уровня. Там урон будет вообще чумовый, 29, дальность, ух ты, вот дальность плюс 2 полезна. Вероятность отравления высочайшая. Но у меня таких вообще нету ещё легендарных. Ну круто я её прокачал. Это уменьшит расход патрон. Так, ну чё, заказик, заказик. Упс. Не, 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 не он говорит, ничего, ничего, я в порядке. Какого-то добряка сбила, я откачусь, конечно. Он появился так внезапно. Ви, мне надо вернуть краденые лекарства. Я отследила часть из них. Кто-то спрятал их на квартире в Кабуке. К сожалению, не знаю, на кого ты там можешь нарваться, так что будь осторожен. Если ты их вернёшь, кое-кто из риперов тебя щедро отблагодарит. Все подробности я указала в письме. Тип заказа, возврат собственностью, украденное лекарство, жилой дом. Так, пару лет назад я снял сюжет под названием «Кому доступно здоровье» и выяснила, что здоровье доступно примерно 3% жителей Night City. С тех пор многое изменилось к худшему. Люди стали нападать на риперов, грабить клиники и красть медикаменты. Это неудивительно, как и то, что риперы пытаются защищаться. История такая, что из одной клиники украли лекарства. Там работают предусмотрительные ребята, они засунули в упаковку геодатчик, поэтому мы знаем где искать. Что-то там как в рубакопе какая-то хрень. Ну-ка заражу их. Сейчас посмотрим. Неплохо. Что все запаниковали? Продолжайте, продолжайте веселитесь, ничего не произошло уже. Ставь-су-у. Ты слышишь этот вой по ночам? Вяжут его. А-а-а-а-а... Тише. И полиции тут не вызовешь, только тигров разозлишь Да знаю, а их самих просить страшно Благодари их потом, до конца жизни Надо что-то сделать, так же нельзя Ну не знаю Кого режут? Так, взломал, тут два из двух Где автоматики? Да ладно И что, мне по окну? Да Правда, киберпсихозия Можете поставить на паузу и прочесть Говорит, какое-то собственное исследование Он не согласен с тем, что Это обусловлено имплантами Так, что на самом деле случилось в Аросака Тауэр? Можете поставить на паузу и прочесть А-а-а-а А-а-a-а А-а-а На самом деле сделай сам можете о брейн-данс надо потом будет уже посмотреть как интересно что за них дают ладно ладно и только не пальни ненароком как ты меня нашел сказано тебя не двигаться по сигнал gps по сигналу gps ты не выключил передатчик на краденых препаратах просто отдай их и я уйду краденых балла передал их вообще не действует так кто тут у кого украл кто рипперы вот настоящие бандиты балла передал от киберпсихоза я не псих тихо тихо заткнись уходи раз не действует отдай вам не препараты раз не действуют они тебе не нужны все вы из одного теста рипперы политики этот пидорас холт ну вообще есть некоторые отличие заткнись ублюдок воровал из фондов крал деньги на исследование он не думал о больных ничего не долго ему еще я найду его и прикончу ты не террористы этот это нужно 12 сил они силы вообще не качал смерть одного политика ничего не изменит изменит эти лживые трусливые лицемеры не посмеют больше грабить народ нужно провести черту они не смеют так к нам относиться не смеют нас использовать сейчас выборы на носу убьешь холта и кресло займет первый кто впишет жесткую борьбу с киберпсихозом в свою программу нет нет это неправда люди поймут система разрушится таких как ты всех переловит сам посуди кому поверят люди киберпсиху террористу или политику у которого все журналисты в кулаке уходи уйди пожалуйста знаешь что я не уйду без препаратов забирай я хочу побыть один уильям хер избиение на государственного служащего пострекательства к незаконному редактированию генома захват заложников вроде такое встреча можете поставить на паузу и прочесть так опять спам переписка с какими-то его такими же или не совсем друзьями как я хочу я нельзя его нельзя уже если договорился хотел проверить него ничего эпичного супер нету но я не помню чтобы у него был чудесный придурок да ладно ну да вот и все будет эпичный электромагнитный револьвер нам оба да ладно чё-то легендарная компань да ладно компоненты предметов суши я так и эту уже начали попадаться мне спасибо и было нелегко но ты вел себя как настоящий профиль дело сделано контракт закрыт что же сто пять тысяч у меня так я слышал ты без дела не сидишь рада за тебя с низко нового заказа пересла информацию да кстати рядом на карте опять выполнил все очередной порцию заказов так еще тут один заказ заказе есть для тебя не пыльное дело надо обнулить одного человека который вымогает деньги у честных тружеников его зовут блэйк и он та еще сволочь про его методы почитай в письме и принимайся за работу нейтрализация вымогательство бич каблоки полиция делает вид что ничего не происходит когда подонки вроде блэйка грабят решетную жертву пьесу всегда играет по одному сценарию акт 1 разговоры о выгодной сделке акт 2 неподъемный долг в этот раз среди актеров оказался роджер ван владелец сети аптек блэйк уже забрал одну из его точек но развивает пасти на остальные такие долги как я сказала выплатить невозможно ван взялся за ум и вместо того чтобы идти на поводу укроила обратился к нам мы должны сделать так чтобы блэйка не стало на всякий случай предупреждая его охранять наемники животных я восстанавливаю хп потому что у меня эти ну вы поняли способности я перки же взял чтобы восстанавливать их кто там еще меня вычислят по айпи вот это женщина властная с одного удара меня положила с полным здоровьем вы увидели какая она что-то да тяжело там еще один такой тоже босс мощный вышел нужно передышка мне нравится как ты умеешь решать проблемы я довольна я довольна а прием тем более хорошая работа закрываем что 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 не а что не а а Вот и все. Архивный диалог Блейк Кройл и Тиморти. Пытки у него. Ничего себе он не рубится такой здоровый. О. Так, тут долг. В смысле, ничего, я у тебя не брал никаких денег, мы просто обсудили такую возможность и все. Роджер, время – деньги, а мое время стоит дорого. Я тебе давал советы по бизнесу, они у меня тоже не бесплатные. Кстати, ты тоже станешь скоро дедом, если я правильно помню. Передает меня привет своей дочурке, у нее замечательная квартира в Кабуке и сама она тоже очень ничего. Я понял, я перевел деньги, не смей, будешь приближаться к моей семье. Не надо мне грубить, Роджер, я ведь могу обидеться, тем более, что ты прислал мне слишком мало. За это время успели накапать проценты. Ну знаешь что, давай ты просто отдашь мне свой магазин в Кабуке и разойдемся по-мирному. Только в этот раз хорошо подумай, прежде чем не угрожать. Авторизовал тебя в системе, магазин твой. Понятно. Так, регуляторы боли и смертности можете поставить на паузу и прочесть. Ночная жизнь в Найт-Сити, танцы, выпивка, декаданс. Мои обожаемые должники. Адам Аллен, рипер, отдал медоборду, не надо его пока отпустить, а то чумба повесится. Роджер Ван, владелец ларька, продает лекарства и медоборду, у него своя сеть, надо забрать все пока можно. Джеймс Пирс, ресторатору, прямо черт послал мальчиков поломать ему ноги. Лемилс, модель, должна как квартиру, угрозу в адрес матери не восприняла, пора заняться старушкой, доказать, что мы держим слово. Тоже, тоже самое, чтобы была нужна защита. Так, я тут их... Все. В общем, да, все. Так, технику прокачал. Так, возьму вот это вот, обратная связь, скорость исполнения памяти повышается на 25% на каждой подготовленной к отправке скрипт. У меня сейчас немножко уперлось, оно именно в этом. Скорость исполнения. Так, еще один заказ. Привет, Ви. У меня новый клиент. Скажем так, умом парень не блещет. Нажил себе неприятности и теперь хочет скорее свалить из города. Подробности в письме. Спасение. Знаешь, классический сюжет в комедиях, когда дурачок попадает в неприятности, а мрачная громила его спасает. Вот у нас сегодня как раз такая история. Дурачка зовут Хванба. Раньше он был мальчиком на побегушке, кох в тигриных когтях, а потом захотел всего и сразу. Вместо того, чтобы сидеть тихо и не отсвечивать, в общем, этот гений решил обокрасть свою же банду. Мало того, он сделал это так, что подозрение сразу упало на него. Хванба вынес себе приговор, поэтому ему надо исчезнуть как можно скорее. Сейчас он сидит в мотеле на Мартин-стрит, я уже нашла ему проводника из кочевников. Но его все равно сначала надо перевести из одного конца города в другой. Если он появится на улицах, когти его сразу поймают. Короче, ты знаешь, что делать, приступай. Так, где он там? Ого, я тут могу еще полутаться фиолетовые предметы. Байкерскую куртку тут какую-то нашел. Мне это нравится из аниме, куртка. Из аниме плава. Ну вы поняли. Киберпанку. Что-то такое. О, еще одно тут можно. Он только силы открыть его дает. Три из трех. Ну, переходим на второй этаж. Ты там заснул? А, это он. Сейчас, сейчас, сейчас. Сначала должен мотель зачистить. На предмет лута. Моя фамилия дзен, суки. Можете поставить на паузу и прочесть. Сука, падла. Так и написано, если что. Ну ты и этот. Ты Хванбо? Ага, но все зовут меня Гепардом. Ну типа я быстрый, как Гепард. Так, тебе стоит по тропицам сообщили, что, смотри, ей две машины когтей. Как скажешь, Гепард, лишь бы тебе нравилось, а мне это пофиг. Как ты сюда попал? На машине, а, но тут рядом стоит. Дай-ка я поведу. Попали, они тут. Думаешь, я слепой или глухой? Завали пасть, а то пуля. А то пуля влетит. Так, взломал тут. Завали пасть, а то пуля влетит. Господь, козла бить его. Минус один. Он опасный. Да ничего себе они мочат. Похоже, здесь какой-то автолевелинг, что ли, есть. Так, он, в общем, он сам разберется, да? Мне не нужно с ним, как с этим. О, не нужно с ним. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Слушай, ну вообще огонь Это ваш перехват управления Еще и приближать Можно отдалять Все Вообще чумба О, легендарка опять Ой-ой-ой, их совсем тут разнесло на куски Смотри, у неё аж это Она так кибермодернизирована У неё аж сверкает В руке остатки Как у робота Так, ещё один заказ Есть один дурачок, Алоиз Дакен Даром, что имя звучное Сучонок обманул моё доверие И свинтил из города Ну и хер с ним Меня интересует только информация С его компа, который он оставил в Найт Сити Глянь моё письмо, там написано, что делать Кража Ноутбук Алоиз Дакен Алоиз Дакен, корпорат, который меня кинул И не только меня В городе полно людей, которые хотят посмотреть этому парню в глаза Как говорится, предатель обречён уже в момент предательства Лично меня, прежде всего, интересует ноутбук Алоиз и данные на нём Чувак, похоже, так торопился уехать из города, что бросил тут все свои вещи Минут 20 назад я засекла подключение с ноута Алоиза к локальной сети на Эйзенхауэр стрит Смотаясь туда, если будешь действовать быстро, мы не только ничего не теряем, но ещё и выиграем Сандер Дорсет, а чё это такое? Это Сандер Дорсет, ты меня спас от мусорщиков Мне показалось, я могу тебе доверять Мне надо вернуть одну вещь и заплачу Но вопрос деликатный, поэтому я бы лучше обошлась без фиксера Мусорщики, видимо, вытащили мой модуль памяти Он был подключён к сети, поэтому я его отследил Но потом его отключили Отправляю координаты, позвони, если его найдёшь Я буду очень благодарна По скриптам, там конфиденциальный файл Надеюсь, ты не станешь их открывать Что это? У меня такой квест есть Секретные материалы, вот это что ли? Да, видимо Тут рядом, кстати, он совсем находится Ого КОНЕЦ Все, ничего нигде Карта, доступ тут какая-то у меня получена Сообщение базов кабуки Я выиграл Я знаю, что туда, наверное, надо сейчас Ну, исследование Вознаграждено Модуль памяти А это что такое? Секс-работник? Она спит Она живая То же самое Неизвестный автор смерти наёмника Можете поставить на паузу И прочесть Я бы не отказался Собрать легендарочек Чтоб ещё и эту винтовку апнуть Так, получается всё? А, нет Написано вниз А тут вниз есть? О Да, как-то, видимо, можно вниз А, вот Секс-работник нитроглицерин ну ты подумай без хрома мы все одинаковые дырявые кожаные мешки хоть и корпорат хоть нет а Самое основное Уходим Заложником Сказали, если я попытаюсь бежать, то же буду на столе Ты врешь Товое право мне не верить А еще у тебя право на скидку На какую еще скидку? Специальные цены для Субых клиентов, таких как ты В обмен на... На то, что я забуду про этот подвал? Прекрасно сказано Просто прекрасно И как ты себе в зеркале в глаза-то смотришь? Знаешь что? Иди ты нахер Понимаю Можешь подождать минутку? Хочу тебе кое-что показать Куда... Я не хочу умирать! Я не пойму, а имеет смысл его преследовать? Он тут мимо пробежал Куда он бежит-то? Воу-воу-воу! Охренеть! Вот Да, он тут заскриптован Все, он уехал Короче, да Он заскриптован Я прям вот Вот он здесь шел Я вот так вот повернулся Повернулся Все, его нет Он исчез Ну, то есть Там дальше нет Кого-то сюжетного развития Типа за ним следить И так далее Он просто исчезает Я думаю Не имеет смысла Просто Ну, пропадет рипер И все Я не знаю То есть мы правда уже не узнаем Заставили его работать Очевидно, что Понятно, что он знал Но это не означает, что его не заставили То есть действительно Ну, тут бандюки И очень много чего контролируют И В любом случае Даже если бы он не согласился Время какое-то напряженное сейчас Ему бы просто голову пробили бы И все А он бы согласился Так что тут как бы По рукам Я забуду про этот подвал Замечательно Тогда заглядывай Если что понадобится Ну и какие у него скидки, интересно Уже мы не сравниваем Я у него был Но давно У меня тогда и репутация Тоже менялась еще Менеджер памяти Ого, слушайте На самом деле Это как раз топовый Кибер имплант Менеджер памяти Камила Он мне и нужен По билду Потому что Там есть еще легендарный Но у меня тут он вообще Эпически продается Возможно Если бы я от него избавился То все Ну вот Так Значит Мгновенно Восполняет 15% Объема памяти Кибердеки Когда на ней остается 20% памяти Это очень круто Увеличивает объем памяти На 2 Восстановление 80 секунд Уменьшает время Восстановления этого импланта На 2 секунды За каждое очко Характеризм текущий показатель Минус 40 секунд Ничего себе Урон скриптов Почти плюс 2% И электрический урон Плюс 2,4 Однозначно беру Редкий имплант Ну остальные Тут у меня опять же Под кожу Пока что лимита не хватает Нормас Я больше сделаю Добрых дел На эти ресурсы Которые Он его забрал Охо-хо-хо На самом деле У меня тут трубу прорвало И Я вот это вот Уже Спустя Много времени Пришел Досматривать Доделывать Хотел в этом прохождении Тоже побольше записать Всего там Под часа 2 Может быть даже больше Но Порвало Трубы Трубы горят Хо-хо-хо Солплей Пройдоха Да нет На самом деле Агитируют Зажож Зазор Зазож А сам говорит Трубы горят Ну А где это я агитирую Зазож Я не агитирую Зазож Я просто рассказываю Как Использовать Свой мозг Более Эффективно И делаю пока Это в своем Закрытом Телеграм Канале Только для спонсоров С Бусти Или Ютуба Поскольку ссылка Видна им В общем Протечка реально Случилась С трубой Протрахался Очень много часов И Поэтому Пускай это Прохождение Тоже будет Час Во Какой Томис Кстати Это уже не первый Монах Который Я вижу И у Того Тоже На руке Что-то Было Вот здесь Это у них Типа Какое-то Посвящение Такое Что они Правую руку Калечат Или что То есть Они против Имплантов Но почему-то Он на башку Но есть Какую-то Странную Штуку Ладно С ней А рука Искалечена Правая Не знаю Ну ладно Да